Библейский портал экзегет.ру представляет После храма по важности, потому что они отделяют вот этот священный город от всего остального. Дома еще многие лежат в развалинах, но это со временем. И как, собственно, завершается вот это повествование Неемии, который наместник в Иудее, который, с одной стороны, представитель персидской администрации, персидской державы, а с другой стороны, светский вождь народа, как Эзран, духовный вождь, первосвященник, как книжник. 13 глава об этом нам рассказывает. В тот день, когда совершилось освящение стен, был прочитан свиток Моисеев при всем народе. Вот тоже очень важный момент. Смотрите, весь народ входит в отношение завета с Богом заново, после того, как они вернулись на свою землю. Весь народ должен сделать это осознанно. Об этом более подробно в книге «Эзра» описано, как там читали и толковали левиты, чтобы люди понимали на более ясном для них арамейском языке. И было там написано, что ни аманитянин, ни мавитянин никогда не войдут в собрание Божие, потому что не встретили они сынов Израиля с хлебом и водой во время их пути по пустыне после исхода, а наняли Валаама, чтобы он проклял их. Но Бог наш обратил проклятие в благословение. Когда люди это услышали, то отделили всех иноплеменников от Израиля. Вот Израил гораздо более подробно описывает, там скорее речь идет о разводах с женщинами из этих народов. Ну а здесь общие слова, так без подробностей. Прежде того, священник Ильяшиев, поставленный при хранилище в Божьем храме, и друг Товий отвел ему большое помещение, куда прежде складывали принесенное зерно, благовоние, утварь, десятину, зерно, молодым вином, оливковым маслом, то есть десятую часть прибыли, которая причиталась левитам, певцам и привратникам, а также приношения священникам. Когда все это происходило, меня не было в Иерусалиме. На 32-й год правления Артаксеркса я отправился к царю в Вавилон. Я напомню, что Нейми изначально был веночерпием царя, и тот его отпустил на время. Вот уже, смотрите, прошло много лет, и он возвращается с докладом о том, как он, собственно, исполнил свою миссию, на которую напросился у царя. «Через некоторое время я отпросился у царя, вернулся в Иерусалим. Я увидел, какое дурное дело совершил Альяшев, передав Товией помещение во дворе Божьего храма. Это сильно не понравилось мне, я вышвырнул домашние вещи Товии вон из хранилища». То есть, смотрите, есть некий Товия, у которого друг, вот, священник есть. И тут же Божий храм становится таким ресурсом, который можно распределять в пользу своих друзей. «Ну, как не помочь Товии? Отведу-ка я ему помещение, но, может быть, не очень нужно. Может быть, время напустует». И, вот, собственно, это то, с чего начиналось падение Израиля до плена. Люди, может, даже ничего плохого изначально не хотели, просто они использовали Бога, использовали все священное, как ресурс, которым они пользовались в своих личных интересах. И не прекращают это безобразие. «По моему приказу, совершили очищение этого помещения, я вернул туда утварь Божьего храма, зерно и благовоние». То есть, очень важный принцип, что все то, что сделано, вот этот храм, его территория, даже его подсобные помещения, они не для удовольствия и пользы тех, кто вокруг. Они для богослужения. Мне сообщили, что левитам не выдается и доля, что левиты и певцы, совершающие служение, разошлись по своим земельным участкам. Ну, то есть, им надо как прокормиться, и им не выдают их долю, вот, от десятины. Поэтому они пошли в поля работать. Да, что им еще делать-то? «Я сделал выговор начальникам за то, что храм Божий оставили в небрежении, вернул всех на постоянное место служения. Все иудеи стали приносить в хранилище десятину зерном, молодым вином и оливковым маслом». Ну, и левитам, соответственно, было чем прокормиться. «Над кладовыми я поставил священника Шилам Юпис, отца Дока и левита Педаю, а помощь им дал Ханана, сына Закура, сына Матании». Это были надежные люди, они все распределяли среди собратьев. То есть, смотрите, вот недостаточно один раз торжественно открыть, перерезать ленточку. Ну, ленточки тогда, конечно, не резали. А приходится все время следить, чтобы не было вот какого-то сползания в хаос, чтобы священное помещение не становилось чьей-то личной резиденцией, а десятину не задерживали, да, выплаты задерживают, зарплату левитам не платят, как нам все это знакомо. И не имеет тот человек, который готов за этим следить и вступать в том числе в конфликты. И тут небольшое такое примечание. «Помяни меня, Боже мой, за это не сотри из памяти всего, что я усердно делал на благо Божьему храму и служению в нем». Пожалуй, такой редкий пример молитвы автора. Вот даже не вспомню, где еще в Библии такого рода молитва автора. Ну, конечно, в Псалтире, но там само произведение молитва. А вот он рассказывает, 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 и такое краткое примечание от себя. «В те дни я заметил, что в Узии в субботу давят виноград, отгрузят и возят на ослах зерно, вино, виноград, смоквы и прочие товары. Отвозят их в Иерусалим. В тот же день, когда они этим торговали, я сделал им выговор. Суббота – священный день покоя, когда ни работа, ни торговля недопустимы. Жили там и люди из Тира, соответственно, язычники, финики. Они продавали рыбу и другие привозные товары по субботам иудеям в Иерусалиме. На них это не распространяется. Они могут торговать в субботу, но покупатели-то у них иудеи. Я сделал выговор иудейский. «Признайте, зачем вы творите такое дурное дело, оскверняет день субботний? Не так ли поступали ваши отцы, и Бог наш навел на нас и на наш город эту беду? А вы, оскверняет субботу, еще больше его гнев призываете на Израиль. Теперь я велел запирать ворота Иерусалима, едва стемнеет накануне субботы, и держать их запертыми до окончания субботы. В ворот я поставил некоторых из моих утроков, чтобы грузов в субботний день не возили». То есть, смотрите, он прибегает к таким радикальным мерам. Вообще-то в Моисеевом законе нет запрета выходить за пределы города. Более того, в последующем иудаизме даже были какие-то такие правила. Субботний путь – это небольшое расстояние, которое можно пройти. Гулять-то никто же не запрещает в субботу. А вот Ними одновременно начинает вводить такие строгости. Это тоже то, что будет происходить в дальнейшем с иудаизмом второго храма, как это будет называться. Будет появляться все больше и больше строгостей, вроде бы призванных обеспечить исполнение закона, но с другой стороны превосходящих закон по своей вот такой суровости. И раз, и другой торговцы и продавцы всякого товара проводили ночь вне Иерусалима. Ну, понятно, они со своим товаром ночуют у ворот, а народ смотрит там с городской стены. Он говорит, что же это за безобразие. Не пускают честных людей поторговать, а нам не дают выйти у них купить. Но я сделал им выговор. Что это вы ночуете у городских стен? Еще раз так поступите, применю против вас силу. То есть он просто уже начинает диктаторски разгонять всех, лишь бы соблюдать субботу. Вот смотрите, где та грань? А где та грань, где ревность о Боге, где неукоснительное исполнение его заповедей превращается в такую жесткую, холодную регалистичность, когда человек уже начинает силой заставлять даже язычников, финикин, которые вообще не имеют к этому отношения, исполнять его требования. Я не знаю где. Вот для Нейме это все означало хорошо. Но интересно, что молитву он сказал до того. Вот как будто он сам сомневается, правильно ли сделал он это. Все, что выше, все, что выше, да, это правильно и хорошо. А вот здесь, ну вот так я сделал. И левитам я велел очиститься и пройти, охранять ворота, чтобы соблюсти святой субботы. И это помяни мне, Боже мой, помилуй меня по великой Твоей милости. Интересно, что здесь он как бы менее уверен в себе. Там он говорит однозначно, я делал во благо, а это помяни и помилуй меня. То есть, прав я был, не прав, может быть, где-то переборщил, может быть, не все точно сделал. А где вот эта грань, как ее найти? Вот все время мы ищем в своей жизни грань между, скажем, милосердием и строгостью, между четким соблюдением правил и стремлением не навязывать человеку лишнего. Вот у Нейме тоже слышен этот голос, он не знает, как эту грань точно провести. И еще одна проблема, которую книга Эзра тоже описывала. В те же дни, я заметил иудеев, чьи жены были из Аждода, Амона и Муава. Аждода-то, соответственно, филистимляне, Амона и Муава, два окрестных народа, которые не могли войти в число израильтян. Их дети наполовину говорили на языке Аждода или другого народа, аудейской речи не разбирали. Смотрите, он обращает внимание не на этническое происхождение этих женщин, а на то, что они остаются в своей культуре. Они воспитывают своих детей, соответственно, людьми другой культуры. Культуры языческой. Вот, значит, дело не в этническом происхождении. Книга Руфь у нас прекрасная есть, где Муавитянка Руфь стала израильтянкой. Хотя не имела права, точно так же, как вот эти вот жены, да. Но она стала израильтянкой, а эти не стали. А эти по-прежнему растят своих детей, вот, Муавитянами, Амонитянами и так далее. «Я сделал им выговор и проклял их, а некоторых мужей даже избил и оттаскал за волосы, заставляя их поклясться перед Богом». Вот уже он в раж входит, да, вот уже насилие. «Заставляя их поклясться перед Богом. Не должны вы отдавать дочерей своих в жены этим людям? Не должны брать их дочерей в жены своим сыновьям или себе? Не этим ли согрешил Соломон, царь Израиля? У множества народов не было царя, подобного ему, столь любимого Богом. Бог поставил его царем над всем Израилем, но и его чужеземные жены ввели во грех. А теперь о вас известно, вы сотворили такое же великое зло, предали нашего Бога, взяв жен иноплеменных». Интересно, что здесь он не говорит о требовании развода, он их избил. Не очень красивый поступок, но не сказано, что заставил развестись. В книге «Езра» было сказано, что заставил, и там, правда, был перечень тех, кто отпустили своих жен, а был перечень без этого указания. То есть, видимо, не все развелись. Но, по крайней мере, он провел параллели с Соломоном, да, вот царь Израиля, который очень любил женщин, у него их было очень много. Часть из них были язычницы, соответственно, они практиковали свои культы, и он тоже так или иначе, ну, с женушками своими, по крайней мере, где-то рядом постоял. И в результате, в общем, язычество стало вариантом нормы, да. «Одного из сыновей ее яды, сына первосвященника Илья Шива, женатого на дочери Санвалата Исхарона, я прогнал от себя». То есть, видимо, развода не было в данном случае, по крайней мере. Но сын первосвященника, смотрите, значит, похоже, тоже женат на язычницы. Хотя мы не знаем точно, но Санвалат уже упоминался выше, как один из врагов строительства храма. «Попомни, и, боже мой, как опорочили они священство завету и со священниками и левитами. Все-таки, не имея под конец, опомнился, что не самому надо за волосы неугодных людей, так сказать, а предоставить Богу право их наказывать или миловать по его усмотрению. Очистив их от всего иноплеменного, я распределил обязанности между священниками и левитами». И вот все-таки левитов, священников, он, очевидно, заставил избавиться от этих жен, а кто не захотел, как вот этот Юяда, он тех прогнал. «И каждому свое служение. Распорядился о доставке дров и назначил время приносить начатке урожая. Помяни меня, Боже мой, мне во благо». Вот это трогательное унимии, про дрова не забыл, да, вот хозяйственник такой. То есть, все точно помнит, знает, как надо устроить. Как приятно им делать с такими людьми, потому что духовность – это многие говорят. А вот чтобы дрова вовремя доставили, чтобы левитам выдали продовольствие, им не пришлось идти на сторону, там, работать где-то в поле. Вот гораздо реже встречаются люди, которые с высокой духовностью сочетают такую практическую заботу. Но вот живой не имея одновременно таскает за волосы тех, кто нарушает Моисеев закон, хотя, мне кажется, можно было бы без этого обойтись. Вообще, вы знаете, вот эти библейские книги, они, с одной стороны, нам кажутся скучноватыми. Вот, ну, к чему эти ритуальные подробности? Длинные перечни имен. В 13 главе этих не было, но до этого мы несколько глав читали, где имен этих бесконечно много, как такой шум идет. Но, вы знаете, мы видим живые лица. Вот очень часто, читая какие-то благочетивые книжки наших современников, или даже там, жития святых, мы видим такую шаблонную картинку. А вот здесь мы видим живого человека, страстного, очень своеобразного, со своими какими-то взглядами упорными, со своими чертами характера, со своими достоинствами, слабостями и так далее. И вот это, мне кажется, самое ценное в библейском повествовании. То, что мы видим не шаблон, делайте дети хорошо, а плохо не делайте. Вот вам пример хороший, вот вам пример плохого. Как в стихотворении Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо. А мы видим живое повествование, где эти оценки есть. Но одновременно мы видим, что священная история – это история людей, а не каких-то абстрактных благочестивых понятий, которые там вот пишутся где-то в книжке, а потом все начинают их выполнять. И люди эти часто не уверены в том, как правильно поступить. Людям этим не все удается. Люди как не имея бьются, чтобы добиться результата, а все начинают рассыпаться, им приходится заново это собирать, заново цементировать, заново объяснять, ругаться, драться даже. И вот в этой живости, мне кажется, одна из самых интересных черт книг Эзра и Немии, которые мы сейчас закончили с вами читать. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok